Магазин Итальян. Добрый вечер, уважаемые наши телезрители. Лет 10 назад была издана книга «Кофе со сливками», в которую включили мое интервью с Юлией Песковской, с тогдашним министром труда и социального развития нашей республики. Сегодня Юлия Анатольевна гостья нашей студии. И, как говорят в таких случаях, и снова здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Анатольевна, я помню, что мы тогда нашу беседу начали с вашего детства. Вы вспоминали своего отца, который любил говорить, пусть у меня единственная дочь, зато она стоит... Семерых сыновей стоит. Семерых сыновей. Как-то ему семь понравилось. Конечно, это очень дорогого стоит, когда родители гордятся своим ребенком. Расскажите, пожалуйста, каким было ваше детство, в какой среде вы выросли? Я росла в простой семье, абсолютно. Папа у меня был газоэлектросварщиком. Мама тоже в дальнейшем работала на золотоизвлекательной фабрике «Лебединская». Очень тяжелая работа. Вообще на сегодняшний день, по-моему, уже женщины на этой работе не работают. И то, что на меня, вроде бы как на одну дочку должно быть, максимально было обращено внимание, в моей семье такового не было. На меня была обращена вся нагрузка, которая бы, если бы был брат или сестра, была бы разделена. А так все и я. Поэтому никаким избалованным ребенком я себя никогда не чувствовала. Я знала, что меня сильно любят родители. Ну а то, что я в 10 лет уже ждала их на обед в летние каникулы, когда они работали, готовила им обеды и уборка, и все было на мне, все хозяйство. Поэтому как-то так вот с детства, помню, труд, и это было обязательным, это не обсуждалось, учитывая о том, что у нас Алдан снежный. И вот я очень хорошо вспоминаю свое детство с лопатой, как выпадет полметра, а то метр снега. Вот, и я помогала и папе, и маме. Так что снежка я побросала много в своем детстве. Имя Юля в честь кого-то дали? Знаете, я родилась в июле. Видимо, это как-то было созвучно. А папа вообще ждал Юру. Он, в те времена, вы знаете, имя Юры, это связано было с Гагарином. И вот он думал, что родиться сын, он назовет, вот, гордились нашим Гагарином, назовет его Юрой. Родилась я. Так вот, видимо, судьбой сверху бывает же такое, да, что я своего первого сына родила именно 12 апреля, в день космонавтики. И назвала его Юрой. Поэтому то, что хотел папа, я реализовала его мечту. Недавно вышла ваша книга, называется «Творя добро». Вот. Она мне очень трудно далась. Почему? Вы знаете, оказывается... Здесь книга о себе. Да. Нужно было все прожить заново. С самого начала. С самого начала. И все, что я писала, и там о своем детстве, и там о том, как моя семейная жизнь становилась. И все это вот нужно было все прожить заново. Я, оказывается, очень эмоциональный человек. Так что иногда писала-писала, а потом заплакала. А потом опять пишу. Где-то радуюсь, где-то смеюсь. Поэтому нелегкий этот труд. И она писалась не одним днем. Я где-то лет семь писала эту книгу. Лет семь? Да. Но она в сокращенном варианте, поскольку написала ее намного больше. Может быть, еще и положение следует. Так что, может быть, второе издание будет дополненное. Одна глава, начальная, называется «Политиками не рождаются». В таком случае расскажите, пожалуйста, о своем становлении как руководителя, политика. С чего все началось? Ну, в моем поколении все началось, как говорится, с октябряской звездочки, пионерии комсомола. Ну, это так. Потому что это действительно была своего рода школа. Здесь не поспоришь. И мы учились быть дисциплинированными. Мы учились руководить, быть старшими. Первое, наверное, то поручение, которое я получила, когда уже была пионеркой. Я была пионер-вожатой. В комсомоле я уже, так сказать, получила следующее поручение. Одно из самых серьезных у меня было участие в училище. Я была председателем правкома всего училища. Ну, наверное, это тоже были первые уроки политики. Потому что я уже была причастна к социальной защите. Тогда, перед каникулами, мы также распределяли путевки на лечение, на отдых студентов из малообеспеченных семей. Поэтому я уже тогда напитывалась этим. В том самом интервью на вопрос, какого руководителя вы бы назвали хорошим руководителем, вы помните, как ответили? Конечно, конечно. Я всегда считала и считаю, тот руководитель, который сегодня может на любом своем посту мобилизовать весь коллектив. Вот. Если он становится их авторитетом, считайте, полдела удалось. Все. Потому что они уже будут ради этого, так сказать, идти и делать все так, чтобы не подвести своего руководителя уже. Дело чести называется. Я очень благодарна своему коллективу Министерства труда и цельного развития. Все-таки 10 лет я руководила этим коллективом и для себя всегда говорила. Вот. Если я перестану быть министром и пойду там по проспекту Ленина и встретит меня мой работник, который будет идти по противоположной стороне и свернет за угол, значит, ты был плохим руководителем. А если он быстрее перебежит дорогу, чтобы с тобой поздороваться и спросить у тебя, как дела там и как здоровье, значит, ты был хорошим руководителем. Поэтому, когда я приезжаю сюда, коллектив всегда старается где-то встретиться, где-то, так сказать, пообщаться. Вот. Я уже смело заявляю всем о том, что я была хорошим руководителем. Ну, знаете, как вы ответили тогда, что хорошие руководители, прежде всего, хорошо слушают. Ну, это само собой разумеется. И вот сейчас, наверное, эту программу будут смотреть и мои подчиненные. Они знали о том, что я всегда выслушивала всех. И как только заканчивался рабочий день, мои двери кабинета в основном были открыты. И заходил любой специалист. Никто ко мне никогда не записывался в очередь. Слушать надо всегда своих подчиненных. Не зря Бог дал человеку два глаза и один рот. Да, и один рот. Чтобы больше слушать и больше молчать. Ну, это, наверное, везде так должно быть. Вы в силу своей деятельности очень хорошо знакомы со всеми нюансами социальной защиты. 11 лет проработали здесь в министерстве. Да, 11. И еще в Государственной Думе были членом комитета, вы сейчас мне подскажете, может быть, по труду. Социальной политики. И социальной политики. Ну, все это там яркое доказательство. Может быть, вспомните какой-нибудь случай, момент, которым вы гордитесь. Первое, что я всегда вспоминаю и достаточно, наверное, горжусь этим, что когда была монетизация, это был очень серьезный урок испытания. Завязался спор по протезированию зубов для наших ветеранов. И я, видимо, уже эмоции были через край, вдруг закричала на всех своих коллег. Что такое у вас, что, говорю, нет, ни дедушек, ни бабушек, ни мам, ни пап. Как вы пойдете сейчас по улице? Как вы будете ему смотреть в глаза? Александр Васильевич Лазов стал меня успокаивать. Ну, Юлия Анатольевна, мы понимаем, что вы переживаете, мы тоже там как бы вот, ну, не надо так уже все. Но наступила такая тишина в конечном итоге. Все проголосовали за то, что предлагалось министерство. Может быть, вот этого не хватало, понимаете, чтобы я вот просто где-то с голосом уже закричала, что вы, инопланетяне? Эмоции такой. Да. Сегодня я, конечно, с улыбкой это говорю, но это было так. Было так же, когда коммунисты наши собрались с Кулаковского и решили, значит, пользуясь моментом о том, что идет отставка Починка на федеральном уровне, все требуют отставки его за монетизацию, они решили отставить и Песковскую. Я узнала об этом, о том, что будут собирать ветеранов Кулаковского, но меня, конечно, туда никто не пригласил. Я с Галиной Николаевной Лебедевой, с моим руководителем департамента, просто пошла туда. Зашла уже, когда началось собрание, зал был полным. Я зашла, села, значит, там, с краешку по, как говорится, в темноте, меня никто не видел. И когда уже оно подходило к концу, и тут они уже голосовать хотели за отставку, я появляюсь в этой темноте и иду на сцену. Я говорю, подождите, вы сначала высушите вторую сторону, а потом уже будете... Ну, здесь были все просто в шоке. Никто не знал и не понимал, что я сижу в зале и все слышу. Не по сценарию пошло. Не по сценарию. Конечно, я шокировала и президиум. Вот, я выступила. Я все сказала, что мои родители тоже ветераны тыла. Я не могу пойти против тех, кто меня растил и чья кровь во мне, как говорится, льется. Ну, вот, этими я могу гордиться. Вот в жизни каждого человека есть прошлое, но и настоящее. Да, конечно. Чем вы сейчас занимаетесь, Юлия Анатольевна? Ну, вы знаете, что я сейчас работаю представителем главы Егора Фанасьевича Борисова в Москве. У меня соответствующие, значит, есть свои участки направления работы. В основном, конечно, они связаны с социальной политикой. И я в большей степени работаю по вопросам здравоохранения на это министерство последние годы. Но вот со всеми реформами и новыми веяниями, модернизацией, то, что мы перешли все-таки на страховую медицину, очень и очень много вопросов. И они требуют проработки на федеральном уровне. И сделано здесь очень немало. Вместе с министерством здравоохранения, поскольку мы даже за прошлый год смогли провести два круглых стола. Парламентские слушания в Государственной Думе, парламентские слушания в Совете Федерации. И вы помните о том, что было выездное заседание комитета здравоохранения. Сейчас вопрос стоит по арктической медицине. И тоже прорабатываем эти вопросы, потому что для нас это очень важно. На сегодняшний день уже идет разговор о выделении больших федеральных средств на то, чтобы построить вертолетные площадки, на то, чтобы выпустить и помочь регионам приобрести специализированные вертолеты для оказания экстренной медицинской помощи. Я хочу сказать, конечно, то, что сегодня мои коллеги по Пятой Государственной Думе, они работают не только, продолжают в Государственной Думе. Многие ушли в правительство, в федеральные структуры. Поэтому хорошо, что я такой общительный человек, не потеряла контакта, связи. И сегодня многие вопросы решаются, конечно, намного легче, потому что нас узнают в лицо, нам открывают кабинет, нам рады. Вот я этим пользуюсь. Вот сейчас у руля власти, в политике становится все больше женщин. И как вы думаете, в чем сила женщины или плюсы ее? Ну, наверное, это очень хорошо. Почему плохо? Если женщина профессионал, если женщина компетентна в том вопросе и в том деле, в котором она занимается, ну что же, это же очень здорово. Поэтому я только за. В нашем суровом мире такие качества, как женственность, мягкость, могут быть силой? Как вы думаете? Ну, конечно, могут. Конечно, могут. Я вспоминаю один сюжет тоже из моей жизни, если Альбина Михайловна Лыхина меня слышит. Вот однажды, когда мы с ней говорили о федеральном руководителе одном, женщине, она говорит, ну все хорошо, но все-таки она, говорит, такая, это мягкая. Я говорю, слушайте, ну, Альбина Михайловна, ну я тоже мягкая. Вот, она говорит, ага, так поворачивается, говорит, мягко селишь, жестко спать. Вот. Ну, вот, знаете, мягкость, она же такая, что придет к тебе человек, ты должен с ним поговорить мягко, и там, как бы, чтобы вот он, ну, почувствовал какую-то теплоту, понимание в голосе, придет руководитель к тебе или подчиненный, который где-то недорабатывает, да, вот, ты с ним мягко даже не будешь разговаривать, потому что это не твоя частная фирма, ты государственный служащий, у тебя госдолжность, и ты точно так же, как человек в погонах, вот, служишь государству. И если это твоя частная контора, то можешь улыбаться и говорить мило. А если ты должен с него спросить, и по всей строгости, ты это обязан сделать, иначе потом будешь виноват ты, как слабый руководитель. А красота – это сила? Ну, конечно, великая. Еще какая сила, да? Да, великая. Красота – великая сила. Даже будь то женщина или будь то руководитель, сначала принимаешь, как говорится, по одежке, а потом уже, когда сталкиваешься с деловыми качествами, бывает человек совсем, вот, ну, невзрачный, ну, совершенно невзрачный, пройдешь мимо и не запомнишь, да, вот. А когда начинаешь с ним общаться, когда видишь его в работе, просыпается такая симпатия к нему, просыпается такая любовь. Поэтому внешность, она хорошая, это действительно сила, но если она без содержания, она кратковременная. Очень кратковременная. Очень кратковременная, да. К сожалению. Потом наступает разочарование, и думаешь, ах, этому человеку бы еще, да, и мозги бы добавить к красоте. Извините за грубость, но это бывает так. Ну, это правда. Да, это правда. А вы находите время чисто вот для себя, для каких-то таких полезных, приятных занятий, или разговор, для общения с зеркалом, скажем так? Это полезное занятие с зеркалом общаться? Ну, а разве нет? Ну, что-то чем дальше, тем меньше я общаюсь с зеркалом. Это к тому, что, вот я 10 лет назад у вас брала интервью, вы вообще не изменились. Как вы поддерживаете себя? Это вам так кажется. Я чувствую, что изменилось. Но, на самом деле, люди должны меняться, и это нормально, и это физиология. Самое главное, чтобы не менялись, наверное, стержневые, вот такие в характере нотки, которые тебя от всех отличают. То, что это ты, есть ты. Ты им должна остаться. Наверное, это самое главное. Если я там лет через пять уже буду с морщинками, с глубокими, скажут, ах, у нее уже морщинки появились. Сейчас против этого есть, были бы деньги, противоядие. Вот. Но я трусиха на самом деле. Я этого еще боюсь. Ну, я не считаю это самым главным. Самое главное, не растерять друзей, чтобы было все благополучно у сыновей, у внуков. Меня это сегодня забудет вот как-то вот... Больше. Больше, да, больше. Чем сама я родненькая. Но я не забываю, не скажу, что я сама о себе совсем забываю. Что-то придумываю каждый раз. Но вы же любите одеваться. Ну, да, конечно. Красиво, комфортно. Ну, это же не уважать других, если плохо одеваться. Считаете ли вы, что внешний мир в какой-то степени формирует внутренний характер, может быть? Стержень человека. Ну, если человек очень требованный к себе, к своей внешности, то надо полагать, что он любит все в порядке содержать, да? В том числе у него будет и на работе все в порядке. Вот, он организован, да? Это вот одного уровня, так сказать, понимания, да? Вот я считаю, что если человек сам всегда очень хорошо, опрятно одет, аккуратен, то у него отношение и к другим. Я очень часто с твоим сотрудником говорила. А что у вас случилось? Вы не заболели? А где у вас прическа? А где у вас накрашенные губки? Ну, как бы так, с юмором, но пыталась подчеркнуть о том, что на работе надо быть в форме. Мы работаем с людьми, и человек, когда приходит, должно ему приятно общаться с человеком, понимаете? Вот это должно быть. Мы в очень деловом мире живем, и самый большой дефицит – это, пожалуй, время. Вот я заметила, что у вас часы, и часто ли вы смотрите на эти часики? И вообще, каково ваше отношение ко времени и к возрасту? Ну, отношение философское. Потому что, ну, возраст – это философское понятие. Я внутри себя на те годы, которые мне сейчас, я никогда не чувствовала и не чувствую. Поэтому, ну, вот у меня сегодня такое впечатление, ну, я вам скажу так, но лет на 20 я себя точно моложе чувствую. И иногда, когда мне вот хочется где-то побаловаться с внуками там и все прочее, я вот здесь вот ловлю себя на мысли о том, что они меня воспринимают как своей бабушкой, вот, а я веду себя, вот, как их подружка. Ну, на самом деле, мне, правда, и внуки зовут Юлей. Вот. Иногда внук скажет «бабушка», потом говорит «Юля», повторяй. Сразу с ней. Ну, это не суть. Я знаю, что я бабушка, вот. Но то, что я могу баловаться с ними, как вот, входя в какое-то детство, значит, им тоже это нравится. Время сейчас все быстрее бежит. Почему так происходит? Не знаю, почему, но мне кажется, его сейчас мне катастрофично не хватает. Вы согласны с этим? Да, согласна. Времени не хватает. Москва, Москва. Это вообще другое измерение расстояния, другое измерение времени и другое измерение денег. Это Москва. Это действительно так. Надо соответствовать, получается, Москве. Да, абсолютно. Его надо так и воспринимать, этот город, о том, что он мегаполис. И поэтому здесь каждая минута, если ты там потерял, там потерял, там потерял, минуту, все, ты уже не успел. И если в Якутске можно успеть, там, ну, много дел, там, перечень какой-то, да, то в Москве два-три, это самое, наверное, большое, что ты умеешь, там, сделать, там, встречи какие-то провести, там, поучаствовать в двух мероприятиях. Все, это максимум. Поэтому время надо беречь. Время наше богатство. Вы сейчас записываете заранее или как? Ну, есть такое, я записываю. Я все-таки того укладочек, мне нужно спланировать, у меня все дни расписаны, и в каждом дне стоят, что самое главное не упустить. Юлия Анатольевна, тем не менее, вы находите время на увлечение. Вот тогда я спрашивала вас, какое у вас есть любимое увлечение, и вы ответили, что вы любите очень плавать, и если находите какой-нибудь пруд, вы обязательно нырнете в этот самый пруд. А сейчас у вас новое увлечение, это ваши картины. С чего все началось? Вот одна из них. Я очень давно хотела рисовать, но мне очень нравилось, я всегда наблюдала. Я разглядывала картины на выставках. То есть внутренние какие-то мотивы были. Думала, как так вот удается вообще написать такую картину. И я в интервью в прошлом году, летом, сказала о том, что я хотела бы, чтобы мне на день рождения подарили краски, подарили кисти, я бы взяла и вот так вот просто написала бы картину. И мне моя помощница, услышав это интервью, когда я его давала, подарила мне, вы знаете, сейчас вот есть такие цифровые раскрашечки, да, там цифра, определенный цвет. И вот я написала подряд три картины. И на третьей картине я почувствовала, что мне уже неинтересно раскрашивать. Мне уже хочется какой-то свободы. Я уже кисть почувствовала, цвет почувствовала. И в новогодние каникулы я никуда не поехала. Села в загородном доме, взяла оставшиеся акриловые краски, какие у меня были от тех картин. И буквально на картонке тоже ее там нашла, потому что это в какой-то коробке. Я написала первую свою картину. Это были тоже пионы. И меня это захватило. Я здесь же позвонила, нашла студию, которая поближе к моему дому. «Найди себя» она называется. «Студия живописи». Пришла туда, там написана реклама такая, что за три часа ты можешь уйти оттуда с картины. И вот художник-консультант очень внимательно ко мне отнеслась. И я стала успешной очень у них. Ученицей. Ученицей, да. И с начала года я уже написала 25 картин маслом. Меня это захватило. Можно сказать, это ваша страсть уже. Да, это моя страсть. Эти пионы. Это одна из первых сложных работ моих. Это вообще сложный цветок. Я написала своей подруге Людмиле Ильясовне Вербицкой на день рождения. Цветы рисовать легко? Вы знаете, у меня есть коллеги, которые несколько раз пытались цветы писать, у них не получилось. Надо, во-первых, любить цветы. Если ты любишь цветы, ты их чувствуешь. Если ты их не любишь и равнодушен к ним, ты их никогда не напишешь. Я в этом убеждена. Это вот раз. А второе, цветы вообще очень многосложные. Они отражают очень много на себе красок, теней. И надо играть. Это не просто кружку чайную нарисовать с ложечкой там, да, и ягодку рядом. Нет. Цветовой букет – это и композиция, это и размещение цветов, это и теневые все. Значит, надо выдержать обязательно глубины, потому что без тени картины никогда не будут играть. Ну, вот это сложный цвет. Это сложно. Ну, а ромашки? Мне кажется, ромашки проще. Это бы еще сложнее, чем пионы. Почему? Потому что у ромашек нет одинаковых лепестков. Ромашка, если она на солнце, она будет отдавать желтым цветом, где-то отражает желтые лучи солнца. Вот если она будет в тени уходить, ромашка в том же букете, она уже будет голубой. Вот, поэтому вот это вот чувствовать, если пусточка в зину вылез, и белого там чистого практически в ромашке нет. Поэтому я тоже думала, что ромашку написать, ну что это, вот-вот-вот-вот. А букет когда еще составить? Одна ромашка смотрит на тебя, вторая смотрит в сторону, другая вообще смотрит в другую сторону. И все это надо почувствовать, все это надо отразить так, чтобы это было видно другому. Поэтому это тоже свое. Ну, вот некоторые художники говорят о том, что если у вас получается пейзаж хорошо и цветы, рисуйте пейзажи и цветы. Не хватайтесь за все. Вот я пока за все не хватилась, когда у меня старший сын говорит, мама, ну когда ты начнешь рисовать уже портреты? Он, наверное, очень хочет, чтобы я портреты внуков написала. Но портретисты это, наверное, все-таки особая школа должна быть. А вы не задумывались о выставке? Честно скажу, задумывались совсем недавно, потому что все картины практически раздарила. И когда вот у меня была тоже презентация книги в постоянном представительстве, а мне говорят, ну а вы возьмите, выставите свои картины. Я говорю, а где же я их соберу? Я все подарила. А сейчас я сказала, что пока я не буду раздаривать. Я сделаю выставку в Москве, потом постараюсь сделать выставку в Якутске, а потом все раздарю. Такой вот план, да? Да. Вы по гороскопу рак, а раки, как известно, это один из самых домашних знаков. Вы по сути, по сути, домашний ли человек? Домашний. Да? Домашний. Я люблю дом. Я люблю уют в доме, я люблю что-то изобретать, что-то менять, что-то переставлять постоянно. Если я сижу в кресле, я должна сидеть в удобном кресле. Если, значит, я сижу за столом, то на столе должно что-то быть красивое обязательно. Да, это есть. Я читала гороскоп, и я целиком согласна о том, что раки – это творческие личности. Вот тому свидетельство. Вот. И что любят вокруг себя. Ну, и копаться себе любят. Они очень самокритичны. Вот это вот, знаете, я себя иногда так изнутри хлещу. Ах, какая я так не сделана. И так это сделано, и так это сделано, и так это сделано, и так. Ну, зная это, что я склонна к этому, я управляю, конечно, собой, но ругаю себя очень часто. Это есть хорошо или плохо? Это иногда просто забирает много сил. Просто много сил. Не то, что там… А вот просто чувствуешь, что уже, ну, все, ну, хватит уже, все, ну, случилось, случилось, ну, сделай себе выводы и не повтори больше эту или другую ошибку. Для каждой мамы дети, конечно же, на первом месте. Вот расскажите о своей семье. Мои сына, я всегда рядом со мной. Старший сын у меня работает начальником смены. Одно из самых крупных ТЭЦ в Москве, который обеспечивает весь центр Москвы, все и правительство, и государственное другое. В общем, там такая колоссальная ответственность. Младший сын работает в одной очень крупной корпоративной, значит, компании. Вот. И он является помощником президента. Хочу сказать, что они у меня очень достаточно разные. Один, так сказать, больше технического направления, старшийся, ну, технарь, да. Младший, он больше экономика у него, политикой он интересуется. Он где-то вот, значит, в другом направлении. Ну, поэтому они друг друга дополняют мне в работе, помогают. Внук у меня в этом году пошел в первый класс, внучка уже в четвертый класс. Поэтому вот наша семья растет. О чем вы мечтаете? Я теперь живу мечтами уже о том, чтобы, так сказать, у моих детей там складывалось очень хорошо все по службе, потому что это их благополучие, да. Я хочу, чтобы они были благополучны, востребованы. Вот. И, конечно, уже, так сказать, мои мечты в большей степени стали направляться к своим внукам, потому что мне и внучку хочется так в этой жизни вывести, да, чтобы гордиться ею так, что это моя внучка. И о внуке уже, думаю, может отдать его в военную академию. Лично что я могу мечтать? Я могу мечтать, потому что мне еще хочется очень работать, что еще много энергии и желания, поэтому востребованы быть вот эта вот как бы установка у меня такая. Быть востребованная. А вот знаете, что вы ответили тогда? Ну, это, наверное, шуточный ответ был. Ну, я зачитаю. А, ну, конечно. Ваша мечта. Мечтаю о многом. Например, хочу научиться доить коров. Я умею на лошади кататься, автомобиль водить. Водила даже зел. А вот корову доить еще не приходилось. Исполнилось ваше это мечтать. Значит, я приехала к своему дядюшке в Саранск летом и говорю, я не хочу жить в городе. У вас там есть родственники, я знаю, в деревне. Говорю, ну, свозите меня в деревню. Хочу три дня пожить в деревне. Вот, где бычки, где там петухи поют. Натуральное хозяйство. Я вот попала в эту деревню. Там действительно я просыпалась с петухами. Их там очень много. Там вообще просто хор этих петухов утром. Вот. У них была козочка. У них был бычок. И была, значит, одна или две свиньи в хозяйстве. А коровы у них не было. Жалко, да? До сих пор, я честно признаюсь, корову я не подоила. Что бы вы никогда не сделали в этой жизни? Наверное, самое главное, это обмануть своих детей. Я бы никогда не смогла. Чего-то обмануть, предать детей. Вот это вот, наверное, самое страшное. Это вот никогда не смогла. Как и своих друзей тоже. Страхи есть у вас? У меня один только страх. Чтобы мои все родные и близкие, и мои друзья, и никто не заболел. В этой жизни. Чтобы все были здоровы. Вот это вот. Только этого боюсь. Самый большой страх. Было бы здоровье. Все остальное вообще ерунда. Все остальное ерунда. А вот 10 лет назад, опять же, вы знаете, как ответили? С парашюта добровольно не прыгнула бы. Очень боюсь высоты. И сейчас не прыгну. Ни за что. Вспомнила я это. Вспомнила. Вот это точно никогда не сделаю. Но я вам скажу одно. Вот я сейчас вспомнила. Я приехала в Красную Поляну. Меня привезли туда мои друзья. Я поднялась на самый верх. Туда, Донбай. Я поднялась на самый верх. А там один молодой человек, значит, вот с этим вот дельтапланом-то, стал меня уговаривать, чтобы спуститься вниз. И уговорил меня. И я, значит, решила сделать звонок. Очень жестко вообще сказали, что не смей этого делать. И вообще они только, значит, как, ситуации разные будут. Нам нужна здоровье. И они мне просто, я не стала идти против их воли. Я, конечно, поблагодарила молодого человека и спустилась. Но я была уже просто, вот, как говорится, момент. Если бы я даже им не дозвонилась туда, я бы, наверное, спустилась. Думаю, ну, внизу бы дозвонилась. Потому что я, когда ехала по Канадке и видела эти красивые горы, и думаю, а как над ними вот лететь, это еще, наверное, вот краше, да, чем ты едешь. И все, и меня это захватило. И вот я, это, видимо, мой такой характер. Я бы интересен, как бывает, в своих каких-то таких идеях. Вот. И я бы могла слететь. Я не буду спрашивать, скучаете ли вы по якутску. Я по-другому спрошу, снится ли вам Якутск? Мне очень часто снится та дорога, которой я иду от министерства в 202-й микрорайон, где я жила. Вот. Это действительно так. Так вот как будто я откуда-то иду, спешу. И вот опять эта же вот дорога у меня. Вот, видимо, столько я по ней хаживала, что вот она у меня очень крепко, так сказать, сидит. Ну, как-то это... У нас в республике нормально же, что министр идет домой пешком. Да, это в Москве там ненормально. Там и не пройдешь ты пешком домой. А у нас-то все нормально. Стоишь на светофоре, человек поворачивается и говорит, ой, здрасте, а чего пешком? И сразу такой вопрос. Я умею ходить, поэтому хожу пешком. Ну, правда, было очень близко, очень рядом. И вот эта вот дорога мне очень часто снится. Ну, а то, что лица моих сотрудников, моих друзей... Я вообще сны вижу. Я не сплю ночей без сна. Поэтому у меня в этой части очень большая, как говорится, картина во всех сюжетах и композициях, кого я только не видела и как это только не видела. Но, наверное, все равно это от того, что ты думаешь. Когда человек, говорят, думает, это ему все приходит во сне. Снится. То, что скучаю, очень хорошо, когда ты работаешь в представительстве, потому что очень много людей там ты видишь. Есть такая возможность у меня. Я приезжаю по работе в командировке в Якутск, поэтому как бы и не уезжал. Я прилетела, еду с аэропорта, снежок, такой морозец хороший. Думаю, а ведь в этом есть своя прелесть. Тонкими нитями вы связаны с Якутей. Да. Ну, это все. Это моя жизнь, это моя биография. Тут уже я себя проверила. Когда я поработала немножечко на другой субъект, я ведь ушла только потому, что я не испытывала никакого удовлетворения. Вроде бы и работа получалась, и в почете я там тоже была, и ко мне очень хорошо относились. Но на душе у меня было как будто я работаю на какого-то чужого дяденьку и временно в какой-то командировке, потому что я не воспринимала эту работу как постоянную и вот такую фундаментальную. Ну и, в общем-то, вот это некомфортное состояние у меня недолго, так сказать, продлилось, когда мы с Егором Анатольевичем нашли общее понимание о том, что мне нужно вернуться и работать на республику. И я всегда говорила, что я буду всегда с республикой и в республике, если буду востребована. Спасибо большое, Юлия Анатольевна, за то, что вы нашли в своем графике время для встречи. Да, с удовольствием. Ой, я сейчас хочу подарить вам букет. Я знаю, что вы очень любите цветы, и этот букет для вас. Спасибо большое. На память. Спасибо большое. Спасибо, я люблю цветы. Вам больших успехов. Сфотографирую его. Да. И нарисую. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание. И до встречи в следующую субботу. Магазин итальянской одежды и аксессуаров С.О.ЛОК